Так, ребята, всем привет! Наконец-то закончился этот валаган. Смотрите, кого я здесь встретил. Это представитель Суверена Вара. А ты чего вам столько листиков? Я тоже живу в Групповском крае, поэтому для меня важно, чтобы строительство завода было отменено именно в Групповском крае в Дрейл-Иньюс. И поэтому я активно в социальных сетях прошу своих друзей обязательно поддержать инициативу против строительства завода и прошу высказать свое мнение в публичном обсуждении. Это можно сделать до 12 мая на странице. Это можно найти на Групповском сайте Групповской думы, в том числе и на моем сайте в Фейсбуке. И это действительно важно, потому что часть информации по проекту замалчивается, а для того, чтобы производить тепло или электроэнергию, Латвия недостаточно использует более экологичные технологии. А именно, Латвия может задействовать торфяные заводы и торф как ресурс, который более экологичный, а также геотермальные источники, которые в Латвии есть, могут давать гораздо более чистую и хорошую энергию и тепло людям. Но об этом никто не говорит. А за строительством этого завода, скорее всего, стоит какой-нибудь олигарх, в всех интересах покупается или, возможно, планируется закупить устаревшее оборудование и сжигаться мусор не по современным технологиям. Поэтому я категорически против строительства такого завода и прошу вас присоединиться к этой инициативе и быть против. А по поводу этих обсуждений сегодняшних, что это было? Я считаю, что это была очень хорошая форма протеста жителей Дрейлини и Рубовского края. Я считаю, что это очень правильное мероприятие. Было задано много хороших, правильных вопросов, нужных вопросов, на которые люди не получили ответы и не услышали. И было видно, что Дума немного испугалась, стала за них. Вот, я считаю. Так что, скорее всего, депутат нынешней Думы не поддерживает изменения в детальном планировании, а это означает, что и положен крест на строительстве завода. Но расслабляться нельзя и поэтому в любом случае нужно обязательно продолжать быть активными против строительства такого завода. Так что суверенного вара с нами. Такой комментарий мы получили. Идем за следующим комментариями. Соответственно, к вам вопрос. А у вас вопросы прервали, не дали вам высказаться, правда? Нет, в итоге мне дали высказаться. Мне пришлось отбирать телефон другого участника. Я хочу, чтобы вы повторили этот вопрос, который вы задали. Самый главный. Самый главный вопрос. Цель углы из Крепсрешины это совсем не спросить, что нужно сделать, что нужно изменить в проекте. Добавить дорогу, расширить, увеличить количество очистных сооружений, уменьшить количество выбросов. Главное понять настрой народа. За, он или против. И люди не ученые, они не менеджеры, они не юристы, они не технологи. Они не могут знать в мелочах все детали проекта и не могут на равных спорить с проекта от исследуемых. Им важно показать свое мнение, что мы против этого завода. Может, у меня сложности перевода, а разве там не звучало так, что почему мы обсуждаем сколько метров, сколько кубов? Так и было. То есть мы не должны обосновывать свои возражения на основании каких-то юридических вопросов, моментов или технических. Известен вам здесь человек из всей этой толпы в пульт 1, который поддерживает мусор жигательства? Нет. Нет, все подняли руки, нет. Я еще встретил здесь одного дачника или блогера, как это правильно у вас называется? Он в образе сегодня. Они обычно работают в паре, это самые агрессивные блогеры. А сегодняшнее мероприятие? Коротко. Ну, коротко. Людей обманывают, пытаются вести их в какую-то дискуссию, которая дисклюктивна по своей сути. Сам проект, он есть очень коррумпированный. Он городу, не нужен людям, он не нужен жителям, он вредит. И здесь принципиально все сказали нет. Все. Сегодняшнее обсуждение на что было похоже? На абсурд. Абсурд. Это, в общем-то, это был смех. Нас тут дурили. Долгую. Я еще здесь встретил известного человека. Вы известный человек? Очень известный. Он известен своей неизвестностью, но ему есть что сказать. Ну что, мы сегодня присутствовали на очень неординарном мероприятии. В том, что мы недавно узнали жители Ропожи, Улбраке, Кингаракса, Дрейлы. Не о том, что у нас будет строиться такая прекрасная фабрика по переработке мусора, отходов. Но самое интересное, что изначально это было преподнесено не так, как это будет открытому ПАРС РАДС РУПНИЦ. И теперь очень интересно, как проходят следующие все эти процедуры. Первые процедуры были абспрешены. Как мы только что услышали, было абсприя ДАС и три человека. Но самое интересное, что когда люди узнали, они, конечно, восстали. Это масса людей, это только те люди, которые были и имели возможность сегодня прийти сюда, уже, скажем, прослушать эту презентацию, которая тоже сразу же, могу сказать, она посеяла очень много сомнений. Потому что изначально, когда они преподносили информацию даже на первые публичные свои обсуждения, она была искажена. Более того, они это сами признали. И после этого они неоднократно свою информацию, которую они выдавали уже дальше публично, они ее исправляли. То бишь, что мы имеем? Мы имеем, мы сразу имеем то, что в процессе мы можем изменить все, что хотите. Не вам, не это подходит. Хорошо, три человека были согласны, мы сразу это изменяем и выдаем следующий этап. Что под этим кроется? А что под этим кроется? Очень много вопросов под этим кроется. Во-первых, кто разрабатывал, кто изначально. Во-первых, интересно, как они нашли, скажем, почему это были дрейлы, почему это было здесь. Потом следующее, почему так быстренько и тихо все согласились. Но если коротко пахнет коррупцией? Вы знаете, пахнет подозрениями на коррупцию. Вы понимаете? Подозрениями... Это будущий дипломат или сегодняшний дипломат? Нет, это бывший борец с коррупцией. Но прямо он не говорит. Нет, конечно, потому что мы понимаем, что за каждое слово надо отвечать. И тем более... Вы позицию этого человека поняли, да? Позиция одна однозначно, потому что для меня очень много сомнений создала вообще эта вся процедура изначально. А изначально она уже была создана с таким подоплеком. То бишь, мы не знали, что это происходит. Да, он сейчас там, ну, mixed in eyes и говорил, и себе под нос шептал, что все было у вас в доступных сайтах. Но извините меня, в доступных сайтах это было под конгенерацией. Но если бы люди изначально уже были в известности и были информированы, что это значит для окружающей среды, а более тут растут наши дети, все задавали вопросы. И вот интересно, при создании вот такого ажиотажа и общественного мнения, почему сразу люди, те, которые принимали это решение, дали ход назад? Извините, ну, некоторые, ну, некоторые, ладно, хорошо, мы хотим быть хорошими, мы все-таки потайцами, я съем с пара от балста. Но извините, нет, тут не идет речь, что мы юс от балста. Изначально вы, когда принимали это решение, должны были известить не этих трех человек, которые дали проекту ход, а тем людям, которые сейчас собрались. И очень интересно, потому что сразу же ставится вопрос, избирал кто этих людей? Ну, кто избирал те же самые люди, которые сидят здесь? Они же тоже понимают, да, но извините. Но и к этим людям не вышли, депутаты наши были сегодня с нами. Очень интересно, почему, почему, почему в таких случаях COVID и РОБЖУ, и мне интересные правила, которые уже, извините меня, не действуют в никаких рамках, на них действуют сегодня. Смотрите, вы слишком много накидали, тут уже обвинения в коррупции и еще другие обвинения. Нет, это не обвинения, это, 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 это мое личное мнение, это... Буквально на выходе еще поймал пару граждан, я извиняюсь, я у вас украду. Коротко о сегодняшнем мероприятии. Ну, такое я еще не видел, но мне не раньше казалось, что ничего не может удивить меня в этой стране, но, как ты говоришь, самый счастливый... Почаще заезжай в Улборху. Самый счастливый в стране Евросоюзе. Если коротко, что тебе здесь не понравилось сегодня? Ну как, ну как роботы, там же должны были прийти депутаты из Думы и общаться с людьми. Они сказали, что ковид, вы можете представить, сегодня какое число, май, то есть сейчас будет уже ковид доказывать. Не похоже на ту же схему, как с Каренем, знаешь, он вроде бы против него митинг, а он его возглавил. И здесь фактически та же самая механика. Не, ну то, что сказали, что ковид и нельзя прийти депутатам, а люди, там 200 людей было, как селедки, это пофиг, давайте сидите там. А депутаты, как, кто они, не могут прийти. Но это одно, это мелочь, но то, что хотят построить завод, где будет из всей Европы мусор вести, 200 машин в день, эти мусорных. Это 400 тонн в день мусора нужно, это круглосуточно, целый год, 365 дней подряд. Ну это вообще безумие, какие дороги там нужны, какая инфраструктура. И они специально строят, представьте, это здание 60 метров высота, а эта труба 80 метров. Это из-за того, что правильно уже там сказали, из-за того, чтобы этот воздух там дальше где-то летал, и здесь вокруг было все чисто. О, ничего, никакой влияния нет. И еще один момент, все там, те, которые говорят, что ой, там Копенгагене строит такой же там, это, лыжная горка будет и все. Но, один интересный момент, что сегодня узнали, Копенгагене запрещается иностранный мусор, никакого импорта, только свой. Да ладно, пусть так будет, такой и здесь, намного меньше эта фабрика, а здесь будет... Они тогда не смогут дать ту температуру, и она будет еще хуже работать. А здесь и в всей Европе будет, и в Латвии будет в прямом уже смысле мусор в Европе. Ну, если раньше это было так более абстрактно, могли, да, там сказать, сейчас уже в прямом смысле это будет. Почему нам нужна такая фабрика, это непонятно пока. Ладно, тебе спасибо за поддержку. Спасибо, бригада. Здесь еще совершенно проходивший мимо гражданин. Да-да, специально с Огры приехал. Он малоизвестный, он очень известен своей неизвестностью. Ваше мнение? Мое мнение, ну, то, что сегодня происходит, это цирк. Что именно цирк, что именно? Все эти их... ну, пустую воду, как это в русский говорит, ступит. Да. Потому что, ну, раз так надо этот мусор... Во-первых, сам мусор надо сортировать, а у нас этого особенно не происходит. Не, но можно просто перерабатывать его, а можно сжигать. То есть здесь вопрос идет о сжигании, и непонятно, почему самый агрессивный способ. Ну, точнее, понятно. Подозрение в коррупцию у вас есть? Да, потому что не так уж далеко от этого места находится, вообще-то, ТЭЦ-2. Да. Там уже вся инфраструктура, есть все, есть. Ну, можно поменять там, это, как его, оборудование, и все. Ничего строить не надо. На самом деле, да, никто этот вопрос не поднимал. Да, и в Риге есть ТЭЦ-1 тоже. Согласен. Поменяли оборудование, тем более, что от этого нового тепло пойдет куда? Да, верно. Рига Силтунс теплотрасса. Какой вы умный. А зачем еще одно строить, когда стоит готовая инфраструктура? Ладно, продолжайте, так зачем еще строить? Ну, отмывание, потому что хозяева будут частные и будут получать деньги от тех, которые будут поставлять мусор, ну, за утилизацию. Потом плюс деньги за электричество будут получать, выработку, и за тепло получать. Никому же не станет дешевле ни тепло, ни электричество. А какой бизнес отличный? Я так подозреваю, это один из тех людей, который не задал свой вопрос. Ну, потому что, ну да, но я в пятницу буду здесь точно и задам эти вопросы, как говорится. Большое спасибо за то, что с нами. Всегда вам рады. Ладно, я уже ухожу, и вот этот мужик задал самый крутой вопрос. Он сделал сегодняшний мой вечер. Как он зовут? Неважно. Что вы думаете по этому поводу? Я хотел бы задать более развернутые вопросы, да, то есть по полочкам. Здесь хотелось просто задать вопрос, чтобы он был у нас в обспешенном фигуреевом, да. А завтра мы с представителями застройщика, спокойно, в течение 50 минут, не спеша. Это завтра будет здесь? Это завтра будет не здесь, это завтра будет на лапе с радио 4, онлайне и под видеозапись. Ссылочку на скинешь тогда, где это будет. Это просто сильный технарь, и он сделал мой вечер, а ролик, который я перед этим выпустил с ним, и там, по-моему, назывался «Когда вопрос пошел не по плану». Потому что вы все видели, что они доставали консервы, они искали каких-то домохозяечек, которые задавали эмоциональные вопросы, получали поржать ответы, и публика два часа просто кипела. Потом вышел этот парень, еще парочку таких, и просто вопрос, и нет комментариев. Задача стояла как? Ну, потому что все, опять же, правильно сказал, все эмоционально, так скажем, высказывались, да. Хотелось все-таки это разбавить конкретными вопросами, причем это не где-то с головы вопросы были заданы, да. То есть это вопросы конкретно их локал-плана из их же презентации на 186 листах. Я просто смотрел на экран, и когда он задал вопрос, там глазенки бегали у людей, и путлился. Я думаю, сейчас они открыли бутылку коньяка, сказали, ну нахуй, не пойдем завтра. Большое вам спасибо. Ну, из плюсов, конечно, здесь собираются все активисты, все, наверное, значимые, сильные активисты, которые есть в Риге, которым, ну, не попиариться. Это не та история, потому что люди тратят свои деньги, свое время, и вы сами понимаете, что даже юристов оплатить. То есть примерная сумма, что-то в районе там 15 тысяч, и то это предварительная сумма. И это люди не просто приходят сюда вот так вот поболтать, а эти люди еще собирают деньги. О, кого я увидел, смотрите, смотрите, как я вовремя просто проходил здесь. Ну, я просто могу сказать по кругу, это тот человек, которого не надо искать. То есть вы заметили, что местные депутаты не пришел никто, вообще никто. Они бегают, прячутся, а вот этого депутата, он всегда под рукой, он всегда рядом, он всегда с народом. Поэтому короткий вопрос о сегодняшнем вечере. Что ты скажешь? Ну, как сказать? Я, правда, как обычно ты делаешь это? Ну, это полный цирк и фарс. Ну, такого даже я не ожидала увидеть, потому что презентация, да, это все, конечно, хорошо, все отлично, но такого беспредела специально заранее заготовленные вопросы. Да. Специально заготовленный ответ. Это все было видно, что люди читают по суфлеру, это было видно по глазам. Людям из зала слова не дали, не дали. Некоторые только вышли задать вопрос. Все. Ну, что это такое? Ну, разве это публичка обспрещена? И, ну, ковид. Официальная причина того, почему, почему они были на удаленке и спрятались там, в соседнем доме, это то, что вроде бы ковид нотайкуми. Какой ковид? Тут пару дней назад был лавиц, участвовал сам лично. Тогда ковида не было? Я не знаю, тебе слово. А сейчас сегодня тут вдруг ковид. У людей, значит, не ковид, а у них там ковид, да? А 28-го ковид не будет? Я так понимаю, что 28-го в 18 часов мы тут собираемся все лично. Эти же представители самоуправления тоже будут тут. Что, ковид закончился? Ну, вот есть полный фарс. Они просто убежали от людей, спрятались, чтобы не было так, как было зимой, с тарифами. Когда им пришлось отвечать и когда их просто не выпускали с зала. Ну, это был хороший урок, после этого они поменяли тактику. Да, и они спрятались, да. Да, я очень рада, что сегодня увидела Суверену Вару. Я очень рада, что сегодня был представитель Саска, не пришел Георгий. Я очень рада, что сегодня была Линдол Епинен, Латвия Пермавита. Благодарна вот этим ребятам, благодарна коллеге своей, которая пришла и поддержала. И я очень надеюсь, что четверг этот вопрос тоже будет подниматься в парламенте. И очень надеюсь, что эта тема, эта проблема сдвинется с мертвой точки. Потому что этому вопросу нужно придавать резонанс, общественной резонанс. И нужно, чтобы тому же президенту нужно писать. Каким бы он ни был плохим, самым худшим в истории Латвии, ему тоже нужно писать. Иначе они будут отписываться, будут говорить, а вы же нам не писали. К тому же Каринчу, извиняюсь за слово, нужно их всех достать письмами. Иначе тут начнется строительство. И потом мы сможем жаловаться. Ну, воевать мы даже если начнем строительство, будем все равно. Тут вы, ты видел агрессивных мужчин, которые, их тут много. Если законно, вполне способа ставить палки в колеса от любой стройки. Так, вы нам мешаете интервью брать, вы уж извините. Это Жанна Дарк, латвийской политики, если кто не в курсе. И вот она уж точно всегда с народом, девушка из народа. 28 апреля, в 18 часов встречаемся снова тут. И тут они, если бы я не сказал. Мы постараемся с помощником внести какие-нибудь поправки, посмотрим, что можем предложить. И обязательно что-то попытаемся изменить. Спасибо, что ты с нами. Хотя бы что-то, да. Так вот, смотрите, ты просто шел. Это видите, как я просто еду в машину, и это все просто по дороге. А на самом деле, я она большая умничка. И смотрите, что она сказала, здесь были еще депутаты из Саскани. Я люблю песочий Саскани, но я не видел депутатов из Саскани. Молчу, но Ил Залепи не правда была. Это правда. Суверен Мавара тоже в большом составе было. Это тоже правда. И это те люди, которых, в принципе, никто не звал. Вот они смотрят тиктоки, смотрят трансляции. Они видят, что у людей проблема. И они сюда приходят. И когда у нас там выборы? Через три, через четыре года? Вот тогда мы эти видео будем все поднимать и смотреть, когда нам плохо, кто из депутатов с нами. Вот тогда это будет нужно. А то депутат это, знаете, как голубь. Перед выборами он, как обычно, кушает с руки, а потом взлет на своего избирателя. Вот те депутаты, которые в нашей думе, я имею в виду Стопинский, вот они копия голубей. Спасибо.